Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. В инжиниринговом центре Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета прошла Ночь науки. Этот ежегодный научно-популярный проект призван знакомить школьников с различными научными областями, вдохновлять их на открытия и исследования. Пришедшие на Ночь науки смогли посетить различные станции с мастер-классами, водородная энергетика и робототехника, 3D-печать и нейрографика, песочная терапия и музей занимательной науки, VR-лаборатория и таможня на страже национальной безопасности страны. Выпускники узнали результаты единого государственного экзамена по географии и физике. Список лицеистов Казанского федерального университета, набравших максимальный балл на ЕГЭ, пополнился новыми именами. Отличное знание по географии продемонстрировал выпускник лицея имени Лобачевского Роман Церциил. Как признается выпускник, несмотря на сильную подготовку, он не был уверен в получении максимального балла. Закончив сосредоточение войск, Германия рано утром 22 июня без объявления войны напала на нашу страну, обрушив шквал огня и металла. Началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Долгих 1418 дней и ночей народы Союза Советских Социалистических Республик шли к победе. В следующем сюжете мы расскажем, как жил Казанский университет в эти тяжелые годы. 22 июня 1941 года. Эта дата известна каждому. В 4 утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Бомбардировки подверглись крупные и малые города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. В 5-6 часов утра немецко-фашистские войска перешли государственную границу Советского Союза и повели наступление вглубь территории. Только через полчаса после начала наступления посол Германии в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление об объявлении войны. Это должен был быть обычный день. Спокойное летнее утро и беззаботный выходной вечер. Но война внесла свои коррективы в жизни людей. В том числе, конечно, студентов, преподавателей и сотрудников Казанского университета. 22 июня – это, конечно, самый трагический день в истории нашего государства и учебного заведения в том числе. Было сообщение Молотова о том, что внезапно фашистская Германия напала на Советский Союз. И в актовом зале университета собрались комсомольцы, преподаватели, которые выразили желание пойти сражаться на фронт. И готовы отдать все силы, знания, умения, если потребуется, то и жизнь за свободу страны. Был обычный день. Студенты сдавали выпускные экзамены. И надо сказать, что многие из них с отличием защищали свои дипломы. И, беря с собой этот диплом об образовании, отправлялись на фронт добровольцами. 1200 преподавателей, которые работали, и коммунисты, из них половина, 600 человек пошли на фронт добровольцами. Начавшаяся война внесла существенные коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. На повестку дня встала исключительно важная и сложная задача – оказать совместно с научными силами татарии действенную помощь промышленности, сельскому хозяйству в быстрейшей их перестройке для работы в условиях военного времени. Казанский университет занимал особое место среди вузов и научных учреждений Республики Татарстан как крупнейший научный центр по Волжье. В 1940-41 учебном году в университете было 33 кафедры – 24 кабинета, 15 лабораторий, 2 обсерватории, биологическая станция, 2 научно-исследовательских института, научная библиотека. Подготовка специалистов велась на шести факультетах. После начала Великой Отечественной войны четко и организованно осуществлялась мобилизация преподавателей, аспирантов, студентов и сотрудников университета в армию. Многие наши комсомольцы, которые здесь остались и студенты, университет, во-первых, опустил. В группах там по несколько человек занимался, как Евгения Ивановна Тихвинская писала, в группах по 7-8 человек оставалось. Нужно было создать отряд, который пошел бы строить волжский оборонительный рубеж. И наш ректор Ситников возглавил это движение, и были уже с осени, с октября, и почти до февраля месяца они находились на строительство этого волжского оборонительного рубежа. Это был очень сложнейший участок, это было холодно, это уже наступала земля, а зима была просто необычайно суровой в этот год, и, конечно, было это все очень сложно делать. И, тем не менее, студенты, которые возвращались уже, продолжали свое обучение. Не только они прекрасно учились, они очищали дороги, они очищали аэродромы от снега, они занимались продовольственной программой, нужно было привозить дрова из какой-то лесополосы или из барж грузить дрова, этим тоже занимались. Девушки и юноши тоже ходили в госпиталь, Казань была столовым городом, и сюда были эвакуированы многие госпитали, и там работали тоже наши студенты. Университетские ученые, а также эвакуированные сотрудники Академии наук СССР направили все свои усилия на военные нужды. Темы исследований были соответственно скорректированы. Так, казанские геологи решали проблему резервной сырьевой базы. Сотрудники кафедры математики и механики изучали вопросы теории миномета, лобового сопротивления самолета и турбулентности. Выдающимся событием в мировой науке стало открытие явления электронного парамагнитного резонанса. Химики Казанского университета активно сотрудничали с военным производством, консультировали по ряду вопросов технического характера, принимали участие в организации производства сульфаниламидных препаратов, медицинского эфира и глюкозы для госпиталей. На биологическом факультете успешно изучали действия некоторых полимеров при заживлении кожных ран. Эти серьезные достижения всего лишь малая часть. Чтобы описать труд и мужество ученых Казанского университета, не хватит и трех томов. 200 человек комсомольцев также отправились на фронт. Соражались, конечно, как на западах, так и на восточных фронтах. Были такие студенты, как вот, надо сказать, ну вообще перед университетом была поставлена большая задача не только подготовить в это время и специалистов, и нужно было работать на оборону страны. И перед преподавателем тоже стояли очень важные задачи, потому что был создан здесь совет, который выполнял как экономические вопросы, так и научные. В этот период в Казань была эвакуирована Академия наук СССР, и вот со временем это 33 научных учреждения физико-химического профиля, это институты истории, Пушкинский дом, ну и другие институты, институт биологии, и они выполняли свои задачи совместно с нашими преподавателями. Ну, Казань ликовала после окончания войны, конечно же, если мы посмотрим хронику, представляли, это музыка, это танцы, это встречи, это обнимали всех и поздравляли с окончанием войны. Ну, то есть это была победа, конечно же, весь народ ликовал, в том числе, конечно же, и наши преподаватели, и сотрудники, молодые люди, которые сюда возвращались с фронта, и они сыграли огромную роль в патриотическом воспитании уже следующего поколения. Вот вся такая работа, которая ведется по патриотическому воспитанию, она началась именно от фронтовиков. Но наша задача не забывать их и говорить о них чаще. Благодаря плодотворному сотрудничеству с научными учреждениями Академии наук СССР закладывались основы важнейших послевоенных научных направлений. Итогом этого сотрудничества стала организация в апреле 1945 года Казанского филиала Академии наук СССР Центра комплексных исследований фундаментального и прикладного характера. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универ Новости. 20 июня по всей России стартовала приемная кампания, и сотрудники Казанского федерального университета начали прием документов на поступление. Пожалуй, сейчас перед абитуриентами стоит сложная задача – выбрать нужное направление и профиль. В структуре Казанского федерального университета множество разнонаправленных институтов, которые охватывают все сферы науки. Но как будущему студенту правильно выбрать институт? Далее мы познакомим вас с институтом химии имени Бутлерова. О том, как кипит студенческая жизнь в его стенах и какие направления подготовки существуют, смотрите в сюжете Адалина Абдрахмановой. Химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета находится в центре так называемого университетского городка. Ежегодно он выпускает множество высококвалифицированных специалистов в области химии. В институте представлен широкий спектр направлений и разные ступени высшего образования – бакалавриат, магистратура и специалитет. Сегодня мы говорим, что химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета является ведущим научно-образовательным центром. То есть изюминка нашего образования, что помимо того, что студент посещает лекции, практические занятия, обладевает навыками химического эксперимента в ходе лабораторных занятий, он может буквально с первых семестров, с первых дней обучения в стенах работать в исследовательских лабораториях. Химический институт имени Александра Бутлерова готовит как ученых-химиков, так и преподавателей. Направление подготовки представляют перед собой обширную область исследований в отрасли. Здесь можно пройти обучение по специальности инновационные материалы и методы их исследования, где студенты учатся создавать новые композиционные материалы. Также существует направление химоинформатики, где проводятся исследования свойств и многое другое. В этом году на программу подготовки бакалавров химии выделено 75 бюджетных мест. Такое же количество мест, то есть 75 бюджетных мест, выделено и на программу специалитета фундаментальная и прикладная химия. На программу подготовки педагогического образования и химического образования выделено 25 бюджетных мест. Но и на магические программы выделено 60 бюджетных мест на направление химия и 15 бюджетных мест на направление педагогического образования, новые подходы в преподавании химиям. Помимо фундаментального образовательного процесса, институт славится высококачественным и новым оборудованием. Здесь функционирует 30 оснащенных лабораторий, в которых студенты могут заниматься развитием своих стартап-проектов, пройти практику и использовать в качестве подкрепления теоретических знаний. Как отмечают сотрудники, в химическом институте имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета проводится большое количество практических занятий, олимпиад, а также образовательных конференций, которые помогают студентам активнее включаться в образовательную деятельность и свою профессию. Приходи, химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета ждет тебя. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в конце весны многие синоптики прогнозировали аномально жаркое лето в России, которое могло возникнуть из-за климатического феномена Эль-Ниньо в Тихом океане. Однако это не предвещало природных аномалий. С начала первого месяца лета люди страдают от высоких температур, которые вызывают солнечные и тепловые удары, обезвоживание и многое другое. В свою очередь, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и дети, особенно уязвимы к негативным последствиям жары. Жару переношу очень тяжело. Мне жарко. Я, как это сказать, родилась зимой, и мне непривычна жара, поэтому не люблю. А так, когда гуляю, я всегда гуляю в ТИИ. Для моего организма нормальная температура – это плюс 22 градуса максимум. Жизнь изменилась, все равно приходится ходить, сдавать экзамены, ходить на работу. В целом просто состояние становится тяжелее, как моральное, так и физическое. Жару очень тяжело переношу, потому что я из севера, и я привыкла, где всегда холодно, где температура не доходит до 20 градусов, весной, допустим. Но здесь, да, жарко. Поэтому вот спасаюсь веером. Веер с собой есть. Тепло я люблю, но когда очень жарко, трудно. Дышать как будто становится. Душно становится, жарко. В Казани, как и во многих других городах, жители справляются с жарой различными способами. Одним из самых популярных является употребление большого количества воды. Люди пьют холодные напитки, принимают прохладный душ, носят легкую и воздушную одежду и головные уборы. Также многие предпочитают проводить время в парках или на берегу реки или озера, где в любой момент можно искупаться в воде или просто насладиться легкими потоками ветра. Я езжу в Лаишево, недавно ездила купаться, а также хожу в бассейн, чтобы хоть как-то убрать эту жару невыносимо. Было и пожарче. Ну, переношу нормально в рабочем режиме. С дома кондиционер вообще не выключается. Снова благо, что вообще есть. Окна на ночь постоянно открываем. К жаре я отношусь нормально, но бывает иногда тяжело, когда прям самый пик жары. Самое главное не находиться под солнцем в пиковое время, примерно с 12 до 3 часов дня. Или стараться периодически заходить в тень, так как бежит к обеду солнечные лучи наиболее активны и могут ухудшить состояние, начиная от головных болей и заканчивая потерей сознания. Согласно опросу казанцев, некоторые в этот период прячутся дома, сидя под кондиционером или вентилятором. Но здесь также стоит быть осторожным, так как оба устройства опасны не меньше солнечных лучей. Есть риск возникновения простуды, пневмонии и даже аллергии. Но при всех последствиях солнечной активности нужно помнить, что у природы все же нет плохой погоды. Екатерина Сайфулина, Кристина Отекина, Универновости. Субтитры создавал DimaTorzok